здравствуйте дорогие друзья почему мы вновь и вновь возвращаемся вот которые каким-то духовным вопросом говорят наши мудрецы только по одной причине потому что все что происходит в физическом мире имеет корни в духовном это связанные вещи из общей медицины сегодня всем известно что к примеру инфекция распространяется обычно в том случае когда иммунная система человека ослабленным если она нормальная то обычно работает хорошо в сфере душевного здоровья та же самая все все ничего не меняется и надо какие-то вещи надо укреплять духовное вот это вот как бы здоровье и тогда будет все хорошо с физическим тот франкл например психиатр который мы говорим всеми рассказывал о том что одно из укрепляющих вещей это надо смысл на все время как чем-то заниматься надо какую-то ставить перед собой задачу обратите внимание что вот сейчас я сформулирую правильно все те вот оптимисты которые всегда становятся на ноги после разных пережитых ударов судьбы они делают это благодаря тому что не знаю зачем они ставят какую-то цель не оставить там завоевать луну какая-то кто-то книгу написать хочет кто-то ребенка вы кто-то 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 и всегда эта цель тащит человека почему люди застревают своим прошлым и на этом строить свою жизнь потому что жаловаться легче чем улучшать обвинять кого-то легче чем проявлять инициативу и надо определить чеку каким он хочет быть это в силах человека написано так устроены обстоятельства все сделано вот так как хочет бог но выбрать дорогу выбираешь ты написано в каббале я то куда иду не то где ты сейчас находишься потому что чек может не дай бог находиться не очень хорошим обстоятельствах и не очень хорошем месте но куда ты идешь вот это и есть ты да значит если ставишься какую-то цель вот я иду я сегодня может быть не так но там я выиграю нужно брать с собой душевное лекарство давайте я расскажу массу про душевное лекарство однажды у царя был любимец как всегда это было он провинился хороший доктор был все ну какая куда любимца в тюрьму но ему доложили царь знаешь он мудрый следил за ним как там он говорит ничего отлично себя чувствует ну вызовите вызвали он говорит царь все в порядке спасибо там все хорошо благодаря тому что 7 ингредиентов вот у меня есть которых я составил такой эликсир жизни 1 он говорит ну расскажи мне первый ингредиент это упование на бога он может спасти меня от любой беды и от решений царя даже от всего что хочет второе что есть у меня в этом коктейле да это надежда и ожидания спасения которая может прийти от бога в любой день написано спасение от бога приходит мгновение мы не знаем что же через час там вообще закончится всякие то проблемы третье это понимание того что именно проблемы и грехи человека причиняют любые беды из-за действий своих человек попадает в ловушку и отдаляется от того что ему положено благо да четвертый ингредиент какой мысль о том что даже если я не буду проявлять сдержанность каких-то страданиях своих я ничего не изменю от этого разве моих силах изменить ситуацию я же не бог это воля царя никакая жалоба тут не поможет зачем отворачиваться от такого урока который дает сам всевышний 5 до знания того что всевышний заставляет страдать ради блага человека ни другого не бывает он хочет или очистить мою душу или от того что натворил прошлой жизни и так далее шестое это я радуюсь своей доли и благословляю прославляю творца потому что бывает место похуже моих я встречал и ты безусловно хуже и седьмое это знание о том что спасение приходит еще раз говорю всегда да да если если в него веришь если с этим работаешь если чек верит в себя тогда ну может да может нет и он вытащит любого из любой ямы из любой ситуации он просит только одного доверься мне это построить мои отношения с тобой такие чтобы ты действительно доверял мне а когда человек говорит там отпусти я тебя спасу но это еще кто то есть тогда не работает поэтому вот я добавлю свой восьмой ингредиент это абсолютное доверие творцу и чем выше доверие тем сильнее спасение брахава от слаха